Сергей, прежде чем ты поделишься всеми своими секретами свободных путешествий, давай поговорим о твоём опыте. Сколько лет ты уже вот так вот свободно путешествуешь? О чём мечтают многие люди? Ну, смотря что, брать точкой отсчёта. Если забираться в прошлое, то на самом деле всё приходит из детства. И в одном из прошлых интервью, по-моему, мы говорили с тобой, что родители заложили в меня вот эту вот страсть. Ещё в пять лет, когда мы впервые выбрались в Крым, это было не организованное путешествие, а всё было самостоятельно. Да, слушай, представляешь, а я в шесть лет и тоже в Крым с отцом уехал. Ты знаешь, точка отсчёта, наверное, давай возьмём, вот я когда общался вот здесь с балийцами, они говорили, что русских путешественников ещё 20 лет назад вообще мы здесь не видели, их попросту не было, потому что был Советский Союз. Может быть, вот это взять за точку отсчёта? Ну, я всё-таки скажу ещё пару слов, потому что вот эта вот родительская установка, родительское программирование в хорошем смысле, оно очень важно для тех, кто сомневается, там, путешествовать с детьми, не путешествовать с детьми. И я как раз ратую за то, чтобы с самого начала путешествовать с детьми уже свободно, не организованно, самостоятельно. А у вас ратить детей прямо в самолёте. Может быть. Вот, потому что вот эти путешествия в гору на Кавказ и на море в Крым, они совершенно чётко заложили в меня и взгляд, и позицию, и первичные навыки, как это должно быть. И когда я первый раз после... Ну, ещё Советский Союз ещё был в 89-м году, поехал за границу, это была математическая конференция в Венгрии, я всё равно вылетел на день раньше, бросил сумку в камере хранения и сутки, реально сутки, день и ночь гулял по Будапешту. Как тебе вообще Будапешт? Будапешт мне очень нравится. Я вообще люблю восточноевропейские столицы. И, может быть, поэтому... Отчасти поэтому я выбрал Киев как одну из своих баз, потому что он чётко тяготеет вот в эту сторону. София, Прага, Будапешт, как восточноевропейская столица. Вот ты сказал одну из баз. Мне очень нравится твоя концепция, что сделать несколько баз на планете, и в зависимости от сезона, от времени года, от своих предпочтений, вкусов, выбирать, где жить. Остальные базы фактически это активы, которые приносят дополнительный доход. Поделишься этим тоже, может быть, позже. Возвращаясь к Венгрии. Во время этой самой конференции я выбрался на шоссе и день путешествовал автостопом. То есть даже в момент такой организованной поездки, конференции, первый выезд за границу, ещё были выездные визы, обмен долларов по там специальному курсу. Я всё равно сделал вот два шага, приехать на сутки раньше и вот день путешествовать автостопом по... Один. Один, да, один. Тебе нравится вообще одному путешествовать? Скажем так, я много лет путешествовал один, и для меня, наверное, удовольствие от одиночных путешествий, удовольствие от семейных и командных путешествий, они как бы дополняют друг друга. То есть я не вижу никаких проблем в том, чтобы путешествовать один никогда не видел. Это всегда возможность там встретить новых людей, познакомиться. Ещё особенно, что пик моих одиночных путешествий попал на 90-е годы, как раз на тот самый автостоп, на бэкпекерство, на ночёвки в Сингапуре в хостелах за 6 долларов, когда там международная тусовка, и со всеми можно подружиться, изменить свой маршрут, там с кем-то полететь дальше и так далее. Знаешь, я вот в 90-е ходил ещё в школу. Расскажи вообще, как это было? То есть уже были свободные путешествия, уже были вот и бэкпекеры и так далее. Ну, на Западе-то, конечно, оно началось и раньше. Другое дело, что... Я не направлял нас в постсоветское пространство. Я практически никого не встречал. Из наших? Да, да. То есть немцы, американцы, этих было полно. Да, конечно. То есть тогда, если брать Юго-Восточную Азию, где я много времени провёл ещё в те годы, то там вот эта вот знаменитая тропа Хиппи, Индия, Бангкок и дальше. И на Бали я здесь встречал людей, которые уже по 30-40 лет здесь живут, вот из того первого призыва. Слушай, а как 20 лет назад на Бали было? Я не был 20 лет на Бали, я первый раз был 6 лет назад, но в Куалумпуре я был первый раз в 93-м году, то есть как раз 21 год назад. Ты знаешь, тогда ещё был старый центр, сейчас его нет, но с другой стороны в Бангкоке или в Пномпене мы можем найти практически те же самые кварталы, особенно в Пномпене, столице Камбоджи. Я его люблю именно потому, что он даёт ощущение, вот я представлю, вот такой была вся Азия в 70-е, 80-е годы. Мне очень набережная понравилась, там вот эти вот люди танцующие, свободные. Здорово. Вторым путешествием были Соединённые Штаты. И тогда это был, наверное, апогей безрассудства, потому что я улетал по билету в один конец, 300 долларов в кармане, улетал по приглашению на уже психологическую конференцию, и у меня было невнятное представление о том, что я буду делать, и мысль о том, чтобы вернуться из Нью-Йорка на корабле. Реально. Я вообще не понимаю, как меня, во-первых, выпустили с билетом в один конец, во-вторых, как меня впустили, но тогда ещё не так жёстко всё это проверяли. И в результате вместо трёх месяцев я провёл там семь и побывал, наверное, в половине всех штатов Америки, именно за это путешествие. А есть какие-то Штаты, которые прям запали, вот оставили яркий свет? Да, да. Америка вообще это фантастически... У меня есть как бы претензии к ней с социально-политической точки зрения, но с географической точки зрения это феерическая страна. Я больше всего люблю, наверное, Тихоокеанское побережье. Это север Калифорния и Орегон, и Вашингтон, то есть сетлые окрестности. Я был почти на всех Гавайских островах. И я очень люблю не туристические острова. Это юг Мауи и Молокаи, как раз вот тот остров, про который написана колония прокажена Джека Лондона. Действительно, там до сих пор ещё сохранилось это поселение. Я очень люблю Аризону и Нью-Мексико, вот эти вот индийские красные скалы, каньоны, большой каньон, конечно. Новая Англия, Техас, отдельные части. То есть, наверное, я люблю всё, кроме вот этих вот равнин всякого там Айдаха-Небраска. Я там не очень много и бывал, но равнины, пейзаж я с детства не очень люблю, именно, наверное, потому что меня с детства подсадили на горы-море, горы-море. Вот примерно такой расклад. Но в том путешествии тоже всё было самостоятельно. Я быстро понял, что я могу вести свои тренинги, что мне хватает там и языка, и опыта. Приехав с 300 долларов, у тебя были перспективы дополнительных доходов? Перспектив не было, я тогда не думал в таких терминах о жизни, но я быстро сориентировался. И, скажем так, через две недели после той самой конференции абсолютно непредсказуемо я летел на Гавайи на лучший на тот момент тренинг по дыхательным психотехникам, которым я занимался. А по возвращении я провёл свой первый тренинг, на котором было 6 человек, по 40 долларов я брал. Вот я до сих пор помню. Это, соответственно, 89-й год, мои первые в Америке заработанные 240 долларов. И так я начал ездить, путешествовать. Потом из Америки, ну это уже на следующий год было, я отправился в Австралию, в Новую Зеландию. Там я тоже путешествовал автостопом, считаю, Новую Зеландию идеальной страной вообще в этом смысле, и максимальная открытость людей. Если кто хочет начать не разочароваться в автостопе, это в Новую Зеландию, да? Да, ну лететь далеко, правда. Но это уже технический момент. Вот, и так оно и, в общем-то, пошло. То есть с самого начала у меня была вот эта установка на полную самостоятельность. И, ну тогда не было там ни интернета, ни сайтов бронирования, ничего. Но все это компенсировалось вот там коммуникацией, человеческими отношениями. Я помню такой момент, что там Новая Зеландия, какая-то там глушь, дело близится к вечеру, и мы с двумя немецкими велосипедистами застряли на каком-то там повороте в конце деревни. И выходит человек и говорит, ребята, вы сейчас уже ничего не поймаете, давайте вы оставайтесь ночевать. А утром я заступлю в грузовик и вместе с велосипедами вас туда загружу, и вы доедете до парома между Южным островом и Северным островом. Вот, и вот так вот оно и было. И много-много было таких ситуаций. Так что мир в те годы был очень таким вот дружелюбным и открытым. Если говорить об опыте, это практически половина твоей жизни, да? Если не больше. Ну, чуть меньше все-таки. Сейчас соображу. Ну, почти половина. Почти половина. Ты относишься к тем путешественникам, которые ведут статистику посещённых стран и так далее? Ты знаешь, мне недавно как бы наехали на меня, типа, что это ты считаешь, типа, это детское. Но считаю не я, считает TripAdvisor. Там есть такой сервис, когда ты ставишь точечки. Где ты был просто? Да. Оно потом тебе считает и говорит, вот столько-то городов, столько-то стран. Ну, на данный момент у меня получилось 66 стран. И он там сказал, вот вы уже там на третий, типа, земного шара были. Ну, и... Ну, ты, наверное, по себе заметил, что это осложняет жизнь. Потому что, с одной стороны, хочется побывать в новых странах, а с другой стороны, становится всё больше и больше тех мест, где хочется снова побывать. Где хочется снова побывать. И ещё я заметил, что один минус вот такого большого выбора, то, что ты не можешь быть в трёх странах одновременно, к примеру. Ну, вот здесь как раз концепция этих самых баз, о которых мы хотели поговорить, что тоже в какой-то момент я заметил, что меня воспринимают просто, ну, как бродячего. Хотя, на самом деле, я очень домашний, всегда был домашний. Для меня было всегда важно ощущение, там, связи с родом, с, там, квартирой бабушки и дедушки, там, с пениным, которое куплено больше ста лет назад, на котором училось три поколения семьи. Камин, шестверной коврик. Нет, камина не было, коврики тоже, но вот, скорее, вот это ощущение рода, да. Но при этом, как раз мы с тобой говорили на днях, что сшило в заднице, и все время хочется куда-то. А люди же видят, в основном, что ты где-то бродишь, да. Поэтому мне всегда было важно донести, что я не только бродячий, я и домашний. И получилось? Я не уверен, что получилось. Вот я делаю еще одну попытку, что когда зашла речь о том, что такое дом, я долго отшучивался, что вот, когда меня спрашивали, а где ты, собственно говоря, живешь, я отвечал вопросом, ну, моя стиральная машина находится в Киеве, что дом – это типа, вот где стоит твоя стиральная машина. Вот. При этом там типа гнездо, семейное родовое гнездо находится в Москве, вот. А вот стиральная машина – то место, куда я возвращаюсь, как на базу. Вот. А потом в какой-то момент стало понятно, что одной базой не обойтись в современном мире. И вот тогда концепция двух-трех баз, она для меня решила задачу, как с одной стороны иметь ощущение дома, как бы своего пространства, а с другой стороны не быть привязанным к какой-то там стране, городу, часовому поясу, погоде и так далее. Слушай, а вот сейчас, к примеру, нас смотрят люди, да, и говорят, так, современному человеку нужно две-три базы иметь, у меня только одна что-то здесь не то. Нет, ну, что значит не то? Нет предела совершенству, то есть если эта концепция вам нравится, то поставьте себе такую задачу, за три-пять лет она вполне реализуема. На себе проверена. Да, да. И дальше получилось достаточно легко, что с одной стороны вот есть база в Киеве, на Подоле, которую мы очень любим, и вложили туда много души. С другой стороны, все равно мы любим Таиланд, любим Бали, и зимой перебираемся сюда, поэтому сейчас мы там мотаемся по рисовым полям и джунглям, смотрим землю здесь. Ну, и с третьей стороны, я всегда любил Европу, Средиземноморье, и методом последовательного перебора средиземноморских стран мы прицеливаемся на базу в Португалии. У тебя хороший вкус. Много что рассказываешь, мы вот тоже с семьей очень любим, примерно по этим же странам мы местам путешествуем, а, собственно, я думаю, что это благодаря тебе, Диме и другим нашим друзьям, которые, по сути, открыли для нас эти страны. Ну, спасибо, и я надеюсь, что те, кто нас сейчас смотрит и слушает, они тоже подхватят этот вирус. Ну, обычно развитие этой болезни происходит так, что сначала человек лихорадочно скачет, да, просто чтобы доказать себе, да, я могу, вау, здорово, да, 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 да. Потом у него на некоторое время наступает передышка, ну, и некоторые наши знакомые там на полгода-год возвращают, приземляются, а потом, ну, то есть, все развивается по классической гигелевской схеме, там, тезис-антитезис-синтез, да, и сейчас я вижу, что многие приходят как раз к вот этой схеме, что с одной стороны есть места, которые ты ощущаешь домом, и это больше, чем одно, то есть, может быть, не обязательно три, но там, допустим, два. Ну, так в старину тоже было, там, зимний дом и летний дом, да, и они находились на достаточно большом расстоянии. Некий аналог дачи, может быть. Да, да, да. А с другой стороны, с этих баз идут постоянные вылазки в какие-то и старые любимые места, и новые, там, интересные, любопытные. Слушай, вот я по себе заметил, что вот месяц я могу сидеть на одном месте, потом меня что-то тянет в дорогу, нужно ехать, лететь куда-то. У тебя как? Месяц, два, три? Есть ли какой-нибудь вот время, временной отрезок? Я не ставил такого жесткого эксперимента, потому что обычно у меня месяц не получается. Больше, как правило, да? Меньше. Меньше? Меньше, да. То есть у меня более. Но с другой стороны, это еще связано и с профессиональным. Поэтому внутри я не ощущаю проблемы, как просидеть на одном месте, так и вот голопом по Европам. И обычно после того, как там долго у нас было безумное путешествие по Европе, там Испании и Португалии, один, другой, третий, четвертый город и так далее. Ну, потом мы с удовольствием там долго просидели в Киеве и просто там гуляли по Долу и никуда не хотелось. По смену темпов в жизни получается. Да, темпов и ритмов. То есть существует определенная вот такая ритмика, и прислушиваясь к себе, к телу, к эмоциям, я уже давно стараюсь там головой туда не лезть, а просто доверять тому, что подсознание, оно достаточно хорошо знает. Это тоже вопрос вкуса, да. Иногда хочется сладкого, иногда соленого, а также иногда хочется побыстрее попутешествовать, иногда хочется на одном месте посидеть. Здорово. Знаешь, вот меня спрашивают, как я выбираю гостей в свою передачу. И вот сейчас могу сказать, что человек с опытом свободных путешествий более 20 лет, который проехал более 60 стран, ему явно есть что сказать. Ты не против, если я тебе задам еще несколько вопросов? Абсолютно за. Я люблю к тебе приходить. Я знаю, что всегда хожу с хорошей компанией. Да. Значит, смотри, как ты составляешь маршрут? Вот, то есть, допустим, ты хочешь посмотреть новую страну. Вот ты каждый год открываешь какие-то новые страны. И вот перед тем, как ты приехать, каким образом, на чем основывается твой выбор маршрута? Вот именно точек посещения. Это, может быть, советы каких-нибудь друзей из окружения, либо из интернета и так далее. Вот что ты делаешь? Ну, это немножко два разных вопроса. Как я строю маршрут и какие источники я использую? Ну, давай. Первый, да. Изготовление маршрута, оно на самом деле подчиняется кулинарным законам. Вот ты сказал про сладкое и соленое. Что на самом деле вот эти параллели между тем, как ты строишь свой день, или как ты строишь свое путешествие, и как ты там варишь суп, они очень такие легитимные, важные. Что должно быть в супе? Он должен быть питательный, насыщенный, непресный. То есть, там должно быть некая комбинация вкусов. Вот точно так же в хорошем путешествии должно быть некая сбалансированная комбинация вкусов. Давай мы рассмотрим ингредиенты. Значит, что входит в ингредиенты? Значит, первое, это, конечно, некая культура. То есть, прикосновение. Это значит, что если мы берем Европу, то это поселиться в старом городе, это ходить пешком по вот этим кривым улочкам, это, там, зайти на службу в собор, причем там лучше не туристические, а какую-то вот там, где находятся местные. То есть, ты склоняешься именно больше к нетуристическим тропам? Да, конечно, конечно. То есть, ну, как один из ингредиентов, что-то знаменитое, с неизбежностью туристическое присутствует. Но вот у меня есть такая концепция, называется заблудиться в незнакомом городе. То есть, в какой-то момент обязательно нужно заблудиться. Вкус у супа становится лучше. Если ты хотя бы раз потеряешься, либо в городе, либо в стране. Это при том и в прямом, и в переносном смысле, потому что я еще заметил, что когда ты заблудишься и уйдешь подальше от туристических троп, там готовят вкуснее. Да, 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 да. Осенью прошлые мы были в Марокко, и вот это был как раз пример идеально сбалансированного путешествия. Потому что, с одной стороны, мы побывали в очень древних городах, там Фесс, Марракеши, Суэра. И в каждом городе мы не просто жили в Медине, мы еще снимали дом, которому там 500-700 лет, лет, особенно в Фессе, наш дом стоял в 30 метрах от мечети, где похоронен основатель города. То есть, как бы в той точке, где был основан город. Это, конечно, очень особенное ощущение. Следующим ингредиентом это обязательно природа. Культура природы. Культура природы. Культура заблудится, третья будет природа. И, ну, допустим, если взять то же самое Марокко, это ночь мы провели в пустыне. Холодно. Ну, скажем так, мы забронировали палатки. Костя и Катя Харченко мужественно остались в палатке. А мы, посмотрев на эту палатку, еще мы попали в этот самум, мы сразу же перебрались в соседнюю гостиницу. То есть, некий, да, как это, перца было много. Но все равно, там я поставил будильник на 5 утра, и перед восходом солнца ушел один в пустыню с ветром и верблюдами. И это, конечно, там фантастическое ощущение. Потом были горы Высокого Атласа, то есть там же очень высокие снежные горы. В промежутке были сосновые леса, потом Атлантический океан, который, конечно, дает совершенно особенное ощущение. Четвертый ингредиент – это некий экстрим, разумный экстрим. То есть, это куда-то забраться, куда-то там в ту же самую пустыню или в какую-то… То, что принесет те ощущения, которых нет в повседневности. Ну да, что-то острое. То есть, как вот суп нужно поперчить, но в разумных пределах, потому что там у нас есть люди, знакомые, которые там и альпинизмом, и тем всем, но вот мы стараемся… Головой вниз ты не прыгаешь до замка, да? Знаешь, я прыгал один раз. Это было в Греции, в Каринфский пролив. Это одна из самых высоких, по-моему, самая высокая в Европе – банджи-джамп. И это был замечательный опыт, но в принципе он одноразовый. То есть, я всё, что было любопытно понять о соотношении сознания и подсознания, я понял за те несколько секунд, что… Следующий ингредиент – это обязательно местная кухня. Да. Как говорит моя жена, любим мы роскошство, особенно пожрать. Вот. Поэтому мой… Один из главных инструментов – это TripAdvisor, который рассказывает, какие вокруг достопримечательности и какие вокруг хорошие рестораны. И даже если брать вот Убуд, в котором мы сейчас находимся, то здесь есть несколько мест такой, ну, а-ля «высокая кухня». Да. И, кстати, ресторан номер один, мы обнаружили, что раньше туда нужно было записываться за день или два, а сейчас за две недели в нём нет мест. Поэтому попытка попасть туда дуриком не прошла. Вот. А с другой стороны, допустим, здесь недалеко есть Варунг, где готовят абсолютно вот такую свежую, классную, традиционную местную пищу. И это тоже очень интересно. Покажешь? Да, Secret Garden. Угу. Вот. Так, это мы уже шесть ингредиентов, да, разобрали? Общение с местными. То есть каждый… И здесь желательно уж точно не с туристической индустрией, потому что это, ну, искажённый такой слой. Допустим, в Марокко одним из самых таких интересных и абсолютно случайных встреч была такая, что мы остановились на… возвращаясь уже из пустыни, остановились на перекрёстке посмотреть на навигатор, и вдруг видим, что мы остановились возле небольшого антикварного магазинчика. И там стоит дед, который делает приглашающие жесты. Ну, размять ноги, заходим. Действительно, маленькая комнатка, и он делает приглашающие жесты в подвал и пытается сказать, что вот кто-то сейчас должен прийти. Вот. Но мы рискнули зайти в подвал и попали в огромное, абсолютно музейного типа помещение. И пришёл его сын, человек, там, свободно говорящий по-английски, и выяснилось, что он реально всю жизнь занимался предметами искусства и старины, не только вот марокканско-арабско-берберскими, но по всей Африке. И, ну, реально мы попали в небольшой музей, и одна из первых вещей, которые я увидел, это монеты с Магиндовидом, с шестиконечной израильской звездой. Я говорю, а это что? Он говорит, да здесь были израильские поселения, еврейские поселения, они были такие крупные, что даже печатали свои деньги. Ну, то есть я понимал, что там жили, поскольку практически в каждом арабском городе есть старый еврейский квартал и синагога, но что это было настолько, что они там печатали свои монеты. Вот. И очень много рассказал про там берберский алфавит, который основан на финикийской письменности. Ну, а потом мы стали торговаться. И вот здесь за полчаса я получил, наверное, ну, то есть такой класс, это нужно пройти тренинг, наверное, за тысячу долларов, чтобы увидеть вот все вот эти вот тонкости и фишки правильного, правильной торговли с клиентами. При том, что я не очень люблю этот процесс, и обычно там в южных странах он не очень приятно происходит, но тот человек просто создал для нас идеально. То есть мы купили несколько реально классных и старых, и новых предметов, которые стоят у нас дома, и за очень доступную цену, понятно, что и он свою прибыль получил, ну, вот это вот как бы выиграл-выиграл, плюс удовольствие от процесса. Ну, и понятно, что такие вещи очень сложно запрограммировать и предсказать. Конечно. Ну, то есть общение с местными – это очень важный ингредиент вот того самого супа. Про Марокко я рассказал. Допустим, в Венеции, где я был, наверное, больше 20 раз, и точно больше 20 лет почти каждый год, последние 7 лет я подружился с человеком, у которого я снимаю квартиру. Каждый год? Да, да. И для меня он является почти вот, даже не почти, а реально олицетворением итальянца. То есть, с одной стороны, он очень чуткий бизнесмен, с другой стороны, он такой галантный, вальяжный, социальный очень. И каждый раз, когда я или мы прилетаем, он устраивает для нас какую-то вечеринку, открывает новый ресторанчик. Я уж думаю, что я все знаю в Венеции, но это он умудряется показать какую-то там вот фишечку. И еще я стараюсь последние годы особенно встречаться, и вот здесь как раз те самые там блоги, интернет и прочее, встречаться с русскими, которые живут продолжительное время. Допустим, в Исландии, в Рейкявике, мы встретились с очень интересным человеком, журналистом Костей, блогом которого мы реально воспользовались при моделировании путешествия. И было очень приятно встретиться живьем, поблагодарить там, и узнать еще больше про то, вот там, а как русские живут, а что значит там долго жить, как это не путать туризм и эмиграцию, да. Вот. То есть в результате получается такая... А, еще один ингредиент. В большинстве стран я беру машину, и мы очень много ездим за рулем. Там тысячи километров, две тысячи километров, да, три тысячи километров. Я не люблю ездить в России и Украине, сильно не люблю. А в Украине-то почему? Я ездил пару лет назад, мне понравилось. Ну, все равно, там вот этот вот менталитет води... Ну, не говоря уже про дороги, водительский менталитет, он не сильно отличается от российского, то есть это там жесткая агрессивная езда достаточно... И жесткие агрессивные ДПСники. Да, это другой элемент, да. Вот, поэтому свою любовь к вождению я удовлетворяю вот в таких поездках. Ну, и вместе получается вот такое вот, что путешествие это некий многомерный внутренний и внешний опыт. Это не просто путешествие. Да, это не просто путешествие. И чтобы путешествие было классным, так же, как суп, чтобы был классный, нужно, чтобы все ингредиенты присутствовали, и хорошо их уварить и помешать. И тогда действительно как раз вот смысл, который я вижу в путешествиях, что это трансформационный опыт, он меняет человека. Тренинг? Ну, не очень люблю... Слово тренинг уже всюду, да. Ну, вот трансформация, изменения, и это, конечно, всегда шаг к свободе. То есть здесь мы возвращаемся к чего начали, да, что я рассматриваю путешествие как один из аспектов свободы, и как, скажем так, самую легкую репетицию внутренней свободы. Я кому уже только не задавал этот вопрос по поводу возможно ли быть свободным, не путешествуя. Несколько человек ответили, да, можно, а ты как считаешь, что нет? Все возможно, ну, то есть траекторий может быть очень много. Но для тебя это именно в путешествиях большая часть свободы? Нет, не большая. Ну, я использую модель из четырех компонентов свободы. То есть путешествия, собственное дело или собственный бизнес, как второй тренажер, вторая репетиция. Внутренняя свобода, которая достигается уже чисто внутренними средствами, вот тут теми самые тренинги, медитации и так далее, и творчество, которое тоже высвобождает человека. И с точки зрения легкости и легкодоступности ресурсов, путешествия – это самый легкодоступный тренажер. То есть с него легче всего начать. С бизнесом достаточно просто обломаться, с внутренней свободой достаточно много заблудиться, просто заблудиться, а с творчества не так просто растормошить. Да, это в потоке нужно быть, волну поймать. То есть это уже один из следующих этапов свободы. Поэтому путешествие – это простой, доступный путь к одному из аспектов свободы. Притом смотри, у тебя все сделано так, что у тебя в путешествии, само путешествие, оно не мешает ни делу, ни бизнесу, ни творчеству, ни внутреннему. И даже помогает. Но я к этому шел определенное время, и с этого сложно начать. То есть если у человека нет пока своего бизнеса или дистанционной работы, но тогда имеет смысл начать с тестового путешествия. Тестовое путешествие может быть хоть два дня, хоть день. Самое главное, что вот отойдите от привычного, возьмите билет, заблудитесь где-нибудь, пообщайтесь с местными и так далее. Вернитесь домой, насыщенный вот этим опытом. Значит, день, потом неделя, потом месяц, потом три месяца. Я тоже, допустим, когда начал влюбляться в Азию, ну то есть мое первое путешествие было месяц. Вот 10 дней медитация в Камбодже, 10 дней Ангкор-Вак-Бангкок и 10 дней на Ко-Тао в Таиланде. То есть вот такой вот как раз вот суп из небольшого количества ингредиентов. Потом два месяца, три месяца, четыре месяца, и так вот оно и пошло. Здорово. Вот для многих людей всё-таки путешествие это съездить отдохнуть на море и так далее. Сейчас вот послушав тебя, становится понятно, что путешествие это нечто большее, чем отдых. А как ты считаешь, что ещё людям даёт путешествие? Почему вот большинство людей путешествует, на твой взгляд, вот кроме того, что ты перечислил? Ну, для меня отдых, слово отдых занесено в список запрещённых слов. Я им сам не пользуюсь и сильно ругаю всех своих учеников. Вопрос, как вы там отдыхаете, тебе явно не по вкусу. Ну, когда мне говорят, хорошо отдохнуть, я говорю, в общем-то, я не уставал, я еду сюда скорее потому, что там я зиму не люблю, а не потому, что я так устал и утрудился. Ну, то есть если я вижу, что я там перенапряг свои ресурсы, я скорее записываюсь на 10-дневный курс медитации, хотя это та ещё там внутренняя работа, но это даёт максимальное восстановление. Вот, а путешествие всё-таки, я считаю, что основной его смысл и эффект – это как бы выламывание человека из привычной картины мира, любой там, культуральный, религиозный, то есть слом парадигмы, там, вычищение предрассудков, то есть в этом смысле это трансформационный и освобождающий опыт. Многие это не называют так, но там, называешь ты, не называешь, суть от этого не меняется. А как ты смотришь, если вот мы немножко зайдём за кулисы и попросим тебя раскрыть такие секреты, вот чтобы прям показать наглядно, как ты покупаешь, бронируешь билет на самолёт, как ты, допустим, бронируешь дом, квартиру, там, вот в разных странах, мы это можем сделать? Можем, да. И ещё вот от меня пожелание такое, у меня давняя мечта в плане путешествий, мы просто тут до сих пор добраться не можем, Новая Зеландия. Ты как человек, который был на северном и на южном островах Новой Зеландии, можешь ли ты помочь мне в составлении маршрута? Вот именно те точки, которые тебе больше всего понравились, чтобы я тоже проехался и потом сказал, Сергей, они действительно классные. Сделаем? Да, сделаем. Ну что, давай тогда посмотрим по поводу билетов и жилья. Это же основные, да, критерии, получается? Купить билет на самолёт, забронировать жильё. Можешь ли ты ещё как-нибудь рассказать, вот что ещё необходимо в плане подготовки к поездке? Ну, выбор машины. Ну, всё-таки на первом нулевом шаге составление маршрута. Да. То есть вот тот самый баланс, потому что если ты прыгаешь там каждый день, то ты устаёшь. Ну да. Если ты слишком много сидишь на одном месте, то потом ощущение, ой, я там не был, я там. Значит, первый шаг всё-таки маршрут. Первый шаг всё-таки маршрут. И там я пользуюсь вот этими вот ингредиентами и балансирую. Иногда сдвигаю больше в область культуры, иногда в область природы, иногда там у нас чисто, допустим, там, когда мы два года назад из Бирмы, которая замечательная страна, но при этом не очень комфортная с точки зрения, там, поесть, поспать и так далее, перелетели на Самуи, то у нас было 10 дней кулинарных изысков, потому что после вот вермишели с овощами в течение 10 дней, конечно, очень хотелось чего-то этакого. Билеты, мой основной инструмент – это каяк. Почему именно каяк, а не скайсканер, там, авиасейл? Не знаю, исторически сложилось. То есть я привык, периодически я проверяю, но никогда не вижу, чтобы он уступал. То есть я ни разу не видел, что что-то, что я не смог найти на каяке, я могу найти где-то ещё. Единственное – это, что там нет всех лоукостеров, и если я подозреваю, что мне нужен лоукостер, я иду на какие-то там прямые или специализированные лоукостеровские сайты. На каяк покажешь, как бы ты прилетел с Бали в Крайсчерч? Давай. А попутно вопрос – купался в Новой Зеландии? Как там пляжи? Ну, чёрные, да, там океан, там очень хорошо. Купался, да? Очень-очень, конечно, да. А температура воды холодная? Ты знаешь, я тогда был более активным маржом, поэтому меньше обращал. Так. ДПС. Ты прям так и задаёшь, да? Ну, по многим я уже помню коды аэропортов. Вот, но здесь всё равно вбивать либо код, либо имя города. Значит, всегда лучше ставить, что плюс-минус три дня, на всякий случай, там, дополнительные аэропорты. То есть, понятно, что в Ден-Пасаре нет, но вот в Бангкоке, допустим, есть. Вот. И опять-таки берём декабрь. Сейчас смотрим, за сколько можно отсюда добраться. 700 долларов, да, где-то? Ну, Virgin – это значит, что это уже достаточно доступный вариант с одной пересадкой. В Австралии? В Брисбене, да. И, ну, тогда можно ещё и по Брисбену походить. Милый город. Вот, прямых рейсов нет, что... Ну, я думал, на самом деле, что и с одной пересадкой будет не очень хорошо. А так нормально. Да. Можно лететь. Да, и по цене нормально, потому что, на самом деле, долететь до Новой Зеландии – это почти что долететь и вернуться в Россию. Ну, да, да, как до Москвы. Наверное, 12 часов с пересадкой в Брисбене. Ну что, покупаем? Покупаем, да. Если бы ты сейчас летел в Новую Зеландию, на какой срок? Месяц? Месяц, да. Меньше, мало, да? Меньше, мало. Ну, то есть, прям вот, чтобы... Я не доезжал до самого юга, до фиордов, а там, конечно, безумная красота. Доехал бы, да? Доехал бы, да. Вот, точно доехал бы. Тем более, что добраться достаточно быстро можно. Да? Да. Там хорошие дороги, мало трафика. Угу. Ну, самое, наверное, такое изощренное, и то, от чего больше всего, ну, сильно зависит качество путешествия – это жилье. Да. Здесь у меня подход такой, что, наверное, 30 на 70, или даже 20 на 80 – это гостиницы и квартиры. Так, 20 – это гостиницы. 20 – это гостиницы. То есть, у нас было время, когда мы полностью переключились на квартиры через Airbnb, но периодически возникает вот это «а давай поживем в гостинице». Ну, то есть, есть какая-то прелесть, допустим, в Бангкоке мы очень любим там «Трипл Туй», на Шеломе есть такая гостиница. Мы там ощущаем себя дома. И время от времени хочется еще вот такого. Значит, для гостиниц я пользуюсь букингом. Опять-таки, периодическое отвлечение на конкурентов. Единственное, что в Азии там – это агода в поддержку букингу. А для квартир я пользуюсь Airbnb, и сейчас тоже интересно, как все пытаются догнать ушедшего вперед конкурента. То есть, за последние там полгода-год TripAdvisor аналогичный сервис запустил, и Booking недавно запустил аналогичный сервис. Ну, видно, что им уже не догнать, что Airbnb захватил подавляющий сегмент рынка. И дальше основной фокус – это грамотное использование фильтров и отзывов. Потому что главная проблема, что слишком много вариантов выбора. Слишком много вариантов выбора. И в Booking'е в каждом городе, допустим, там тысячи гостиниц, и на Airbnb в Лиссабоне больше тысячи квартир. И оба сервиса позволяют очень точную настройку по карте. То есть, ты можешь взять ровно тот район, где бы тебе хотелось жить. И Booking' и Airbnb. Да, и Booking' и Airbnb. Они позволяют очень точную настройку по ценовому сегменту. И, то есть, я сначала отсекаю лишнее, а потом внутри найденного устраиваю сортировку по отзывам. То есть, из тысячи всего в городе, допустим, тех же самых квартир, благодаря фильтрам уже может быть 50, которые по отзывам очень легко сортируют. Да, да, да. Значит, здесь я ориентируюсь так, что на Booking'е должно быть выше восьмерки или последнее время в восемь с половиной некая такая. Ну, то есть, ниже восьмерки там просто сразу не рассматривается. Восемь, восемь с половиной – это то, что можно там на одну ночь, там рядом с аэропортом, ну, то есть, там день просто переночевать. Вот. Так ориентируюсь на то, что выше восемь с половиной. На Airbnb внимательно смотрю на набор отзывов. И, причем, отдельно отзывы по квартире, отдельно отзывы по человеку, плюс фотографии. В общем-то, ни одного прокола еще не было. И действительно, там, это, на мой взгляд, оптимальный вариант. Там, я, ну, одна из таких точек, допустим, квартира в Тбилиси. Уютная, комфортная, там, интернет, все, что нужно, камин. При этом в старом доме, при этом, там, сто метров кафедральный собор, сто метров, вот те самые серные источники, с которых пошло Тбилиси. Вот. То есть, вот, самое-самое сердце. И при этом, там, маленький переулочек, местные люди, утром, там, в шесть утра раздается крик «Мацони молако! Мацони молако!» То есть, там, я выбегаю, покупаю, там, ведерко Мацони на завтрак. Ну, то есть, вот, как раз то, что дает тебе возможность ощутить себя не туристом, а путешественником и почти местным жителям, почти местным жителям. То есть, Airbnb, при том, что большинство владельцев квартир, они, ну, не просто передают тебе ключ, они реально рассказывают, показывают или оставляют там подробное описание, именно, что ты можешь сделать как местный. То есть, не туристическое описание, а именно, что, там, вот здесь вот такое кафе, там, здесь тут-то-то. То есть, это вот, как бы, такое очень реальное, плотное взаимодействие с классными местными людьми. А был ли у тебя опыт, такой дополнительный вопрос, каучсерфинга для любителей вообще? У меня не было, но есть пара друзей, за которыми я слежу, они это делали и были довольны. Были довольны, опять-таки, и по параметру комфорта, удобства, и там еще больший параметр вот этой вот тусовки с местными, потому что тут же вливаются там в какие-то компании. Притом, ты знаешь, каучсерфинг, возможно, даже без сайта каучсерфинг. Вот, допустим, мы были на Пинанге, делали визу, и останавливаясь в отеле, владелец швейцарец, но работает там девушка как раз из Грузии или из Узбекистана. Она замужем за тренером по легкой атлетике, местной сборной малазийской. И она говорит, мы очень, ну, не хватает нам общения, там муж работает 2 часа в день, и она говорит, вы можете приехать к нам. То есть вот такое гостеприимство еще может даже исходить от служащих отелей. Это очень здорово. Естественно, в следующий раз мы поедем уже посмотреть более такой интересный уклад, чем остановиться в обычном отеле. Здорово. Ну что, пойдем посмотрим? Хорошо. Ну, раз мы говорили про Новую Зеландию, давай как раз посмотрим город Крайсчерч, который столица Южного острова. Ну и, скажем, новозеландское лето начинается в ноябре. Ну, давай возьмем декабрь, допустим, там с 6 по 7. Значит, сначала смотрим на все варианты. Да. Так, это у нас букинг, то есть здесь именно отели. Здесь отели. Ну, кстати, одна вещь, которую я не упомянул, что сейчас происходит постепенное такое прорастание, что на букинге стали появляться, ну, не то чтобы одиночные квартиры, но какие-то такие комплексы из двух-трех апартаментов, а в Airbnb стали появляться небольшие отели. Значит, первое, обычно я смотрю фильтр. Ну, допустим, вот поставить фильтр от 60 до 140 долларов за ночь. Это, ну, некое стандартизованное, нормальное. То есть, если хочется экономить, идем вниз. Если хочется роскошества. Даже не то, что переплатить, но, может быть, там, выпендриться. Дальше я провожу сортировку по отзывам. Именно по отзывам. То есть, он пытается... Да, все отзывы. Он пытается дать какие-то свои популярные варианты, но меня интересуют именно реальные отзывы. Ну, вот начинается 9,8. Ну, и здесь важно смотреть, сколько отзывов. Допустим, если 9,8 на 7 отзывах, то это еще могут быть, там, друзья-хозяина, какой-то субъективный и так далее. А вот если 9,5 на 72 отзывах, тут уже не подкопаешься. То есть, это, ну, реально великолепно, там, будет классно, хорошо и так далее. Вот. Ну, то есть, я, скажем так, просматриваю... Ну, видно, что такой англосанксонский подход к туризму, что во многих местах выше восьмерки не так много. Но здесь, даже в этой ценовой категории, больше 10 отелей с девяткой и выше. Это говорит о том, что сразу, что город комфортный и так далее. То есть... Даже 370 отзывов с девяткой, да? Да, да, да. Это значит, что прям очень-очень хорошо. Вот. Ну, и можно либо подсортировать район. Ну, в данном случае как раз удобно, что есть вот, Крайс-Черч, прям центр города. Вот. И... 24 уже. Было 115 выбора, сейчас 24. Да, да, да. И, соответственно, ну, самый лучший вариант 9.1, но при этом это в центре. То есть, здесь тоже, как бы, я принимаю во внимание. Если у меня есть машина, то я могу остановиться в каком-то отеле, допустим, там на море, или там в каком-нибудь там национальном парке, но чтобы город был в доступности. Особенно если, ну, вот это такой город, как Крайс-Черч, что там нет средневекового центра, там с узкими улочками, то, в принципе, можно в центр города-то и приехать. Поскольку, допустим, основной смысл Новой Зеландии – это, конечно, не города, а ездить по стране. То есть, я посмотрю, что я там вижу в центре города, потом всё-таки вернусь к тем 9.5, допустим. Всегда даёшь предпочтение более высокой оценке. Ну, скажем так, внутри девяток я дальше смотрю дополнительные факторы. А смотришь на фотки, описание? Да, конечно, конечно. Вот идём, допустим... А, это те самые... Семь отзывов. Да, семь отзывов. Идём сюда. Семьдесят два отзыва. Упс. Здесь мы видим общую ванную комнату. Общая. И 9.5. Да, но здесь тоже важно понимать, что оценки всё-таки люди ставят как бы из своих соображений. И если там люди, которые... Экстремальное гостеприимство. Да, да, да. А, вот есть собственная ванная комната. Квинсайз, собственная ванная комната. Есть лофт. Кстати, я использую такой финт. Он особенно хорошо проходит в Турции, в Стамбуле, в каких-то других городах. Что если взять люкс в недорогом простом отеле, то это будет значительно интереснее, комфортабельнее и дешевле, чем обычная комната, но в дорогом отеле. Вот. Поэтому я выбираю какие-то небольшие семейные отели и беру в них вот эти лофты или люксы с балконом. То есть обычно один номер там из десяти номеров. И видно, что площадь, да, большая? Да, большая площадь. Не такая большая разница в цене. И ты платишь как бы за реальные услуги, а не за бренд или там какими-то два дополнительных шампуня в комнате. Вот. То есть вот тем более, что здесь еще предлагают гидромассажную ванну. Вот. Идем в отзывы. С отзывами такая штука, что я все-таки читаю, обращаю внимание на негативные отзывы. С негативными отзывами там есть два варианта. Либо у человека было плохое настроение или там он неадекватный, либо человек действительно там дотошный, придирчивый, обращает внимание на те мелочи, на которые многие не обратили, но некоторые из них могут быть для меня важными. Ну, это сразу видно, адекватные и неадекватные комментарии. Да, да, да. Тем более, что поэтому на зелененький я пока не смотрю, я смотрю на красненький. Вот. Человеку не понравилась цена. Ну, бывает, да. Вот. Но больше... Все хорошо. Да, никаких негативных. То есть реально... Ну, вот. Допустим, как раз та самая ситуация. Немножко небольшое расстояние от центра города. Машины не было. И тогда в следующем... Смотрим на карту. Ну, это окраина, да, получается? Сейчас, для этого нужно ее... Понимаю, центр вот здесь, где скопление. Да, центр вот здесь. Да, он типа на окружной дороге. Ну, то есть эта ситуация, возможно, если ты проезжаешь мимо, ночуешь одну ночь, и тебе нужно там 2-3 часа на то, чтобы походить по городу. Вот. Тогда, да. Если ты останавливаешься на пару дней, то тогда сразу же сужаем карту, смотрим, что в историческом центре. Крайс Чурчу очень милый, такое ощущение английской провинции. И, соответственно, выбираем внутри этого квадратика то, что будет максимально по душе. А ты же был в Англии? Да, в Англии я был много раз. Ну, схожи, да, то есть по антуражу? Да, да, да. Ну, по крайней мере, вот этот город, да. Но как только отъезжаешь и попадаешь в джунгли, сразу понимаешь, что уже не совсем Англия. А по климату что больше нравится, Новая Зеландия или Англия? Не, ну, Англия это совсем как бы плаксивый климат. А Новая Зеландия, там очень много климатических зон. Выбираем вкусный. Да, северный остров – это больше Крым и восточное побережье южного острова. Солнце, да. Но сухое, потому что дожди идут с этой стороны западной и в центре горы. И поэтому западная сторона, она тропическая, вот типа Бали и там сотни километров пустых черных пляжей. При том, что южный остров размером, прочти, с Англией, там живет всего 600 тысяч человек. Всего, то есть он очень пустой. Соответственно, в центре Альпы на юге фьорды, уже ближе к Антарктите. То есть с точки зрения вот этой вот diversity, разнообразия природного, южный остров Новая Зеландия, он, конечно, замечательный. Вот. Ну вот. Южный более разнообразный. Да, южный более разнообразный. Окей. А есть что-то кроме маршрута, жилья и машины в плане подготовки? Какие-то еще детали, секреты? Ну то есть мы внимательно просматриваем блоги. Да. Блогосфера, как скажем. Да, да, да. И здесь очень важно, что прежде чем брать какую-либо информацию, мы проверяем, а соотносится ли этот человек с нами по стилю и системе ценностей. Да. То есть вот это, ну вообще в целом, некая тенденция современного мира, большой разговор, что мир становится все более субъективным. Конечно. То есть никаких объективных преимуществ не существует. Даже на международном уровне, там, в плане государства-то, что уж говорить о людях. То есть там отель может быть пять звезд, но там может быть тотально некомфортно. Отель может быть две звезды, и там может быть... Да, очень комфортно. При том, что формально все будет хорошо в этих пяти звездах. Да, просто душа не любит. Поэтому мы отбираем, там, не знаю, пять-семь источников, про которые мы уверены, что эти люди не то что там качественную информацию, а близкую нам информацию дадут. И тогда мы руководствуемся этим достаточно четко. То есть это блог, это инстаграм, все-таки, всякие сообщества, там, вместе на Бали, там, друзья на Капангане и так далее. То есть вот как-то заранее погружаемся в гущу местной жизни. Такое предварительное, как бы, путешествие, разведка. Допустим, там, если начали писать, что не нужно ездить с сумочками через плечо на Бали, то вот понятно, что мы не ездим с сумочками через плечо на Бали. А если, к примеру, давай мы Airbnb посмотрим. Давай, тот же самый Christchurch, тот же самый декабрь. И варианты все будут, естественно, другие, да, потому что... Да, но здесь нужно смотреть еще, учитывать, что многие квартиры доступны только на трое суток или на пятеро суток, или даже на неделю. И здесь нужно смотреть, что если ты хочешь перемещаться, как бы, это одна концепция путешествия, если ты хочешь иметь базу центральную и вылазки, это другая концепция путешествия. Ну, давай посмотрим, допустим, что у нас есть на один день. Кстати, давно пользуешься этим ресурсом? Да. Несколько лет? Да, да, да. У нас уже огромное количество последователей, да. Значит, сразу отсекаем первый вариант фильтра, что мы не рассматриваем комнаты в домах, где кто-то живет. Наоборот. Там отсекаем всякие виллы на 15 человек, допустим, фильтром. Ну, условно, в 200 долларов. Цена все время за сутки, да, идет? Да, здесь за сутки. Ну, если только ты не поставишь месяц, там, как бы, другие варианты. Ну, вот уже свели к 20. И здесь очень удобно, что... Ну, вот здесь можно жить на море или можно жить вот в этом историческом центре. А, в общем, в историческом центре есть всего 4 варианта. Здесь, по сути, если в Букинге нужно быть отелем, да, чтобы сдавать в аренду жилье, то в AirBnB это может даже физлицо сделать, правильно? Да, 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 да. Ну, достаточно серьезные цены. Не очень понятно, почему. Ну, наверное, большие квартиры. Ну, давай посмотрим. Нью-Йорк-стайл-лофт-апартмент. Нет, небольшие, потому что один бедром и только, типа, на пару с... Наверное, просто такой рынок. Хотя цены на гостиницы... Ну, цены на гостиницы тоже были не очень маленькие. Ну, это и не Бали, а Новая Зелая. Ну, да. Ну, вот здесь, допустим, можно видеть, что есть специальные недельные цены и месячные цены. Угу. Ну, и удобно, что можно посмотреть календарь занятости и выбрать. Вот, ну, скажем так, между этими двумя ресурсами можно найти все, что нужно. Есть еще там всякие и по отелям, и по там виллам, и комнатам. Но я считаю, что это уже от лукавого, не сказать, так много вариантов. Есть ли какие-то страны на планете, в которые ты никогда и ни за что не поедешь? Ну, история такая, что в те самые 90-е годы у меня был такой ритуал. Возвращаясь домой из Бангкока, я в последнюю ночь на Као-Сан покупал паленую Lonely Planet. Вот, чуть ли там не ксерокопировал. По разным, не по странам, по регионам. Там Южная Америка, там еще что-то. Ну, и в какой-то момент я купил вот такой вот толстенный, там 600-страничный том по Африке. И как раз за 9-часовой перелет я проштудировал, что там написано. И пришел к грустному выводу, что большая часть африканских стран закрыта навсегда. То есть, что с точки зрения безопасности, здоровья, агрессии и прочее, просто не имеет никакого смысла экспериментировать. То есть, Африка там почти полностью закрытый континент. Мне очень жаль, что я не смогу вернуться в Сирию до, ну, неизвестно сколько. Два путешествия в Сирию, которые у меня были, это было одно из самых вот таких вот волшебных путешествий. Ну, и там некоторые места Центральной и Южной Америки, которые тоже с точки зрения безопасности. Вот, а так, наверное... А после того, как ты уже объехал более 60 стран, побывал в интересных местах, остались ли точки на планете, может быть, страны, как страна мечты, либо место мечты, куда ты прям очень хочешь поехать? Есть такое? Ну, вот, то, что меня очень греет, это прилететь в Аргентину, взять машину, переехать через Альпы в Чили, спуститься вниз, еще раз переехать через Альпы назад в Аргентину, то есть, сделать вот такое вот южноамериканское кольцо. Это одна вещь, которая меня очень греет. Япония меня очень-очень греет. Еще не был. Китай как-то так. То есть, я понимаю, что, да, можно туда попасть, но то, что там можно взять, ты платишь дорогую цену, там, с толпами, с загрязнением воздуха, там, с тем, с тем, пятым, десятым. Но все равно, поскольку там с 18 лет я очень глубоко проникал в китайскую историю, культуру, философию, ну, некая ностальгическая мечта у меня есть. И, наверное, Тихоохианские острова, там, Фиджи, Боробора, там, прочее, прочее. То есть, какая-то комбинация, там, перелетов, яхт и так далее. То есть, вот этот вот регион. Вот такие вот три мечты по путешествиям. Ну, Иран. Еще Иран я бы поставил. То есть, пока там спокойно, я из года в год откладываю. То есть, все говорят о том, что внутри... Ну, это то же самое с Сирией, что с одной стороны, там, страна, которая, там, тоталитарная, террористическая, еще что-то, но внутри страны было невероятно комфортно и безопасно. То же самое про Иран говорят. Чтобы там, как бы, образ политический у нее не был. Когда ты попадаешь внутрь, общение с людьми... Допустим, когда я встречаю где-то иранцев... Последний раз вот я сидел курс Випассоне во Франции, и рядом со мной сидел иранский парень, и мы потом в последний день разговорились, и опять ощущение, что очень близкие по духу, стилю, открытые, комфортные, интересные, там, древняя культура. То есть, туда бы я тоже хотел. У нас такое было в Иордании, когда мы прилетели, сначала остановились в отеле, и нам какая-то там делегация, что ли, из России была. Говорят, ребята, что вы здесь делаете? Ну, просто путешествуем. Они говорят, ну, вы смелые. А там как раз вот эти вот напряженные обстановки, там, с Египтом была, там, вот. Мы погрузились в культуру, нам настолько сильно понравилось, поэтому, конечно, нужно вот там, где война идет, ни в коем случае, да, а там, где просто, там, может быть, этого ничего не быть, а просто это средствами массовой информации как бы нагнетается. Я вообще арабскую культуру очень люблю и уважаю. И кухню. И музыку, и кухню, да, и там, архитектуру, и... Тоже вот, ты попадаешь в туристическую зону, сразу ощущение, там, коррумпированности, нечестности. Ты отъезжаешь... Это даже в Турции заметно. У меня тоже одно из первых таких путешествий, когда билет, карта и машина, и едешь, куда глаза глядят, оно было в Турции. И приближаешься к туристическим зонам, сразу ощущение спрятаться. Попадаешь в какие-то городки и деревни, прекрасные люди, прекрасное общение, очень вот дружелюбное, открытое. Это вот мне напомнило по аналогии с Таиландом. Приезжаешь в Паттавию напряг, уезжаешь куда-нибудь на север, там вот эти Чангмай окрестности, там самые добрые люди в мире. И так практически в каждой стране. Сергей, большое спасибо тебе за те секреты, которыми ты поделился. Ну а я желаю тебе как раз осуществить вот эти три мечты в плане путешествий. Ну и я с удовольствием бы понаблюдал и, возможно, бы даже присоединился бы. Мы можем... На самом деле это может быть классный проект, что мы делаем такое вот видеошоу. Да, и плюс это же с детьми даже будет. Да, да, да. Здорово. Пускай это будет такая некая визуализация. На следующий год. Да, и предварительные цели. Здорово. Отлично. Оттуда можно очень много интересных видео еще предоставить. Здорово. Хорошо. Успехов. Спасибо. Игорь Негода.